Физкультурно-спортивный комплекс ГТО – это мероприятие, которое сегодня активно поддерживается и пропагандируется в том числе и государством. Это дань традиции, дань уважения спорту, здоровому образу жизни. Для россиян возрождение норм ГТО – хорошая возможность проверить себя, впустить спорт в свою жизнь и в подтверждение достигнутых результатов получить заветный отличительный знак бронзового, серебряного или золотого образца. От трудовых подвигов к олимпийским рекордам. Для многих славянцев этот девиз годами не потерял своего значения. Тому подтверждение возрастающее количество людей, желающих принять участие в борьбе за получение заветного золотого знака физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Введение комплекса ГТО способствует улучшению физической подготовки людей, а как следствие – развитию массового спорта и оздоровлению нации. Чтобы все желающие смогли попробовать свои силы в ГТО, руководство славянского филиала ПАО «Кубанинерго» выбрало для выполнения норматива в пятничный вечер. Всего в это время побороться за знаки отличия пришло порядка 30 человек. Большинство из них – это представители «Кубанинерго». Энергетики – традиционно мужская профессия. Потому в день сдачи мужчин на стадионе было значительно больше, чем женщин. Как утверждают организаторы, редкое явление. Положительный пример подчинённым показывает руководитель предприятия Тимур Глушко, для которого спорт – неотъемлемая часть жизни. Любовь к активному образу жизни он старается привить и тем, кто ещё не в спорте. Раньше – альпинизм, парашютный спорт, чуть-чуть парусного спорта. Всё. А теперь как бы больше работы, да, меньше времени на спорт? Да, да. Ну и чуть-чуть спорт, но это уже так, с друзьями по вечерам. Своими результатами Сергей Самин не совсем доволен. Говорит, можно было и лучше. Ведь цель у всех энергетиков – золотой знак. Желание проверить себя, свои возможности. Ну и значок, соответственно, тоже. Золотой лихорадкой можно назвать общее чувство всех, кто выполнял в этот день нормативы. В крайнем случае, симптомы очень похожи. Сначала бьётся сердце, но потом, когда уже выходишь на финишную прямую, финишируешь с успехом, есть чувство удовлетворения. Пока идём на золотой значок. В прошлом году Славянский район получил более 2,5 тысяч знаков ГТО. За прошедшие полгода 2018-го нормативы на знаки выполнили уже полторы тысячи человек. Для сотрудников Кубанинерго это первое участие в комплексе, но по их же заявлениям далеко не последнее. Настрой на победу, хорошее настроение, укрепление командного духа – всё это энергетики почувствовали на себе, выполняя нормативы. С каждым днём и с каждым месяцем люди понимают, что здоровый образ жизни – это наше будущее. И сейчас не только ученики образовательных учреждений, техникум, институты, но и работники производственных коллективов. В данном случае у нас сейчас Кубанинерго, вот здесь даже работники администрации. Принять участие в ГТО может любой желающий в возрасте от 6 лет. Всего же комплекс включает в себя 11 возрастных групп. Нормативы и количество испытаний меняются в зависимости от пола и возраста. Каждого, кто решил стать частью всероссийского проекта, направленного на популяризацию здорового образа жизни, рады видеть в центре тестирования по ГТО Славянского района.